МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня в программе «Разговор за чашкой чая» мне хотелось бы поговорить с вами о музыке, а точнее об эстрадной музыке. Мне кажется, мы очень давно не касались этой темы. В последнее время наши дома посредством теле- и радиоаппаратуры буквально заполнены весёлыми и грустными, великолепными и, к сожалению, низкосортными эстрадными произведениями. И очень часто наступает такой момент, когда всё это изрядно надоедает. И мы, как живительного глотка воздуха, ждём принципиально новых песен, оригинальных исполнителей, ну, в общем, новых имён. Но всё новое тоже не всегда воспринимается успешно. Очень часто нужно время для того, чтобы прислушаться, понять и достойно оценить того или иного певца. Возможно, это происходит от того, что молодые довольно-таки редко появляются на наших экранах. У них недостаточно средств для саморекламы, да и современные продюсеры и менеджеры не с особым удовольствием берутся за новые имена. Но, тем не менее, несмотря ни на что, молодые исполнители всё увереннее пробивают себе дорогу к славе. И сегодня мне хотелось бы познакомить вас с начинающей певицей из нашего города, выпускницей музыкального факультета Педагогического института Анжелой Болговой. КОНЕЦ 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 Твоя любовь прошла, ты не со мной. КОНЕЦ 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 Ну что ж, иди, не возвращайся, С любовью, видно, нам не погуди. Ты можешь даже не прощаться, Уйди, прошу тебя, уйди, уйди. Смотрю в окно, как ты приходишь в ночь, Шулять по темным улицам дожди. Ничто не может нам уже помочь, Ты за меня решился, уходи. Ну что ж, иди, не возвращайся, С любовью, видно, нам не погуди. Ты можешь даже не прощаться, Уйди, прошу тебя, уйди, уйди, уйди. Ну что ж, иди, не возвращайся, С любовью, видно, нам не погуди. Ты можешь даже не прощаться, Уйди, прошу тебя, уйди, уйди. Ты стал для меня совсем чужой, Но боль еще горит у моей груди. Ну что ж, иди, не возвращайся, С любовью, видно, нам не погуди. Ты можешь даже не прощаться, Уйди, прошу тебя, уйди. Ну что ж, иди, не возвращайся, С любовью, видно, нам не погуди. Ты можешь даже не прощаться, Уйди, прошу тебя, уйди, уйди. Ты можешь даже не прощаться, Уйди, прошу тебя, уйди. Ну что ж, иди, не возвращайся, С любовью, видно, нам не погуди. Ты можешь даже не прощаться, Уйди, прошу тебя, уйди, 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 уйди. Ну что ж, иди, не возвращайся, С любовью, иди, не возвращайся, С любовью, видно, нам не погуди. Ты можешь даже не прощаться, Уйди, прошу тебя, уйди, уйди. Анжела, как получилось так, что ты начала заниматься музыкой и вообще начала петь? Ой, это очень давняя история. В общем-то, я и росла в семье, где пели все, и бабушка, и моя мама. И еще с детства меня потянуло к музыкальным инструментам. Ну это, наверное, было влечение, как у всех детей, просто поиграть, чтобы услышать звуки какие-то. Потом пела я тоже с детства, ну с пяти лет я пела уже точно, выдавала концерты, когда ездила на курорты с мамой. Потом пошла в музыкальную школу, то есть у меня это желание играть, петь не остыло. Ну хотя еще, может быть, помогли, я еще не совсем осознавала, что мне хочется, но родители подтолкнули в эту область. Так я закончила музыкальную школу, поступила в педагогический институт. По окончанию общеобразовательной школы я еще пела в школьном ансамбле вокально-инструментальном. Потом я эту деятельность продолжила на моторном заводе, пела тоже в вокально-инструментальном ансамбле, солировала. Ну а потом так случилось, что меня познакомили с людьми, которые теперь пишут мне слова, музыку, и у меня появились несколько уже собственных песен. Анжела, ну вот ты закончила в этом году, насколько я поняла, институт, с чем мы тебя, кстати, поздравляем. Спасибо. Скажи, пожалуйста, а ты вообще планируешь дальше работать по своей специальности? Да, я в этом году закончила институт, но буду я работать, естественно, связана моя специальность будет с музыкой, но должность, в общем-то, моя будет музработник в детском саду. Хотя я должна была работать в школе, но... Ну это очень близко в любом случае. Да, в общем-то, я продолжаю, я уже устроилась на работу, так что совсем скоро я заступаю на свою должность. Ну ты, насколько мы понимаем, собираешься профессионально заниматься эстрадной музыкой? Да, собираюсь, если получится. Я, конечно, это моя мечта с детства была, попасть на большую эстраду, но посмотрим, что из этого получится. И скажи, как ты собираешься совмещать работу вот с детьми и работу, ну скажем, на профессиональной сцене? Сейчас у меня на это время уходит немного, я только езжу в Запорожье, там я записываю свои песни. Ну, на несколько дней абсолютно. Но я думаю, что я могу в пятницу, в субботу поехать, чтобы записать песню. Но думаю, что пока меня будут понимать и отпускать, если будут выпадать концерты в мое рабочее время. Ну а потом, если дело пойдет, ну пока я не собираюсь оставлять работу в детском саду. Анжела, расскажи, кто тебе помогает? То есть кто твой композитор, кто твой поэт, кто твой аранжировщик? Ну вообще о тех людях, которые рядом с тобой. В первую очередь, наверное, мне надо сказать о человеке, который дал мне возможность, подтолкнул меня, что ли. Потому что своих финансов у меня недостаточно, чтобы получать песни, чтобы платить за песни, за запись в студии. Ну это финансирует меня фирма Хар. А директор этой фирмы мой крестный отец Хачатриан Рафаэль Данилович. Вот благодаря ему я, в общем-то, столкнулась уже со следующими людьми. Это Донов Александр и Вика Донова. Это композитор и поэт. Люди, которые непосредственно пишут мне песни. Вот. И уже третий человек, честно говоря, я не знаю, как его фамилию, знаю, что зовут Валентин. Это все люди с Запорожья. Он пишет мне фонограмму моей музыки. Попустевший мой крест. Он пишет мне фонограмму моей музыки. Закружила листва желтым дымом слава и цветок, что ложился в ладонь. Людку моей беру расчеркнет пополам и прольется вино в опустевший стакан. Но не жду я тебя, не ищу облить твой, между нами стена, за которой покой. Опустел летний сад и прощальный твой взгляд, боже, как это было давно. Закружила листва желтым дымом слава и цветок, что ложился в ладонь. Тенью свечи на стене, тают грёзд, миражи, и в прозрачном стекле грусть моя задрожит. Не оставить следа, поцелуй на губах, ты уйдёшь навсегда, чтоб вернулся лишь в сна. Закружила листва желтым дымом слава и цветок, что ложился в ладонь. Опустел летний сад и прощальный твой взгляд, боже, как это было. Давно, о-о-о, закружила листва желтым дымом слава и цветок, что ложился в ладонь. Закружила листва желтым дымом слава и цветок, что ложился в ладонь. Закружила листва желтым дымом слава и цветок, что ложился в ладонь. А почему ты выбрала именно этого композитора и именно эту, ну скажем так, эту семью творческую? Почему именно их тебе близки, их песни по твоему настроению, по твоему характеру? Дело в том, что мне выбирать было в общем-то не из кого, но пока что эти люди мне подходят. Да, действительно и музыка меня устраивает, и слова, они близки моей душе, находят в ней отклик. Анжела, ну скажи, а вот трудно вот так вот взять, выйти и спеть перед всем честным народом, тем более перед таким небольшим городом, как наш Мелитополь? Вот у тебя нету каких-то комплексов? Вы знаете, у меня один комплекс, это забыть слова, это моя слабость. Хотя я, хорошо, у меня развита память, но и тем не менее, у меня просто волнение переключается на то, что я не боюсь там эмоционального какого-то срыва, или я боюсь народа, нет, этой боязни у меня нет. Ну вот у меня вот, боюсь я забыть слова, иногда даже бывали у меня такие срывы, что я могла переставить местами куплеты, ну вот так вот. А вообще-то публика меня принимает довольно-таки хорошо, я нахожу в ней поддержку, поэтому мне не страшно. Скажи, а вот как проходит сам процесс записи песни, в частности записи клипа? Значит, песню я сначала мне записывают, когда мне делают фонограмму, тут же мне переносят на мою кассету просто музыку, под которую я, если захочу, я смогу на концерт, то есть это называется, я буду петь живьем. Но еще у меня, я делаю также фонограмму, ну допустим, я там по состоянию здоровья не могу петь голосом, то есть в живую. Вот, как проходит эта запись? Вы знаете, у меня она проходит довольно-таки без осложнений. Когда я прихожу на студию звукозаписи, сначала мы один раз делаем пробную, то есть я в наушниках сбалансирую звучание, аккомпанементы моего голоса, и второй раз я уже записываю на чистоту, и мне говорят, что да, запись произведена. Клип пока что у меня один. Снимали его Александр Колчинский, ну это записано, кто видел клип. Вот, как происходила запись? Ну, в общем-то, мы записывали, естественно, отрывками, кое-где, чтобы там не получилось, может быть, там, чтобы четче показать мое лицо или еще какую-то деталь. Происходила эта запись в Red Bar. Конечно, для меня это было немножко, я дрожала перед камерой, все-таки впервые на меня, на мое лицо была наведена камера, я так, перед камерой я сидела впервые, это для меня было ново. Ну, и тем не менее, вроде бы все прошло неплохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова сцене, вот где-то вот, ну, скажем, подучиться вот именно в этом плане, чтобы можно было хорошо, профессионально выглядеть уже при своей дальнейшей деятельности. Я поняла вопрос. Конечно, это мне говорит, я согласна с вами, мне этого не достает. Я вообще хотела бы поучиться и актерскому мастерству, то есть находиться перед камерой, это тоже очень сложно. Знать, в какой момент мне повернуть голову, в какой момент мне улыбнуться, это все, в принципе, надо учиться актерскому мастерству. Да и двигаться на сцене, я тоже бы не считала это лишним, мне поучиться, потому что одно дело переживать душой, а другое дело все-таки это песню передавать в движениях. Это совершенно разные вещи, и я бы хотела, чтобы у меня был человек, который непосредственно проникал в душу этой песни и помог бы мне подобрать нужные движения, как бы мне находиться на сцене, как пойти, потому что, в общем-то, человека, который пока сейчас мне помог, такого человека нет. А я бы очень хотела. То есть ты сама? Мало практически во всех амплуа. Скажи, вот ты училась, когда в пединституте, там я знаю, что преподают вокал. Вот тебе дали что-нибудь, уроки вокала, который вот именно в том ракурсе, в котором преподавалась в институте, для того, чтобы сейчас это тебе как-то помогло, вот, нынешнюю деятельность? Вы знаете, мне попались очень хорошие педагоги вокала. Я им благодарна. У меня были сначала Назаренко Елена Владимировна, когда-то вы с ней тоже брали интервью. Сейчас она уехала за границу, живет во Франции. Очень была сильная педагога, да. Очень многое она мне дала. А потом, когда она уехала, я попала к Тишинковой Валентине Ивановне. Тоже очень сильный педагог. И, в общем-то, каждый дал из них мне... Они мне... Ну, в общем, я не хочу сказать, что годы моей учебы в институте прошли бесследно. То есть я ничего там не получила. Нет. Я очень много... Как раз вот вокал я научилась. Но моя педагог, Назаренко Елена Владимировна, она говорила, что нет, Анжела связана у нас больше с эстрадой. Ей в консерваторию для оперного пения, классического пения ехать. Не то, что я не могу. Нет. У меня, в общем-то, были данные, есть вернее. Но я, если честно, считаю, что они, наверное, недостаточно для того, чтобы поступить в консерваторию. Может, просто нет смысла, если тебе ближе по духу. Да и вы знаете, мне отсоветовали, в общем-то, сказали, что это не совсем благодарная работа. Что, в общем-то, когда голос у меня пропадет, то я стану никому не нужна. Я не смогу... Но как ты считаешь, эстрадная деятельность это более благодарная работа, чем классическая? Вы знаете, я, наверное, не то, что более благодарная работа, я в ней нахожу больше отдушины для себя. Мне ближе эти песни. Анжела, ну а как отреагировали, вот, допустим, твоя семья, когда узнали, что ты собираешься профессионально заниматься эстрадой? Или даже вот твои друзья, ну даже, скажем, твои бывшие однокурсники? Знаешь, обычно на такие вещи смотрят несколько с завистью там. Вы знаете, я очень долго держала это в секрете, я уже записывала, но знали об этом очень тесный круг моих знакомых. Это мой парень, мои близкие, мои родные. Только они знали, что я этим начала заниматься, однокурсники были, не были в курсе этих событий. И когда на экране появился мой клип, очень разные были, очень разные были реакции. И, конечно, все мне говорили, что замечательно, хорошо держишься, в общем, лучше даже выглядишь, чем на самом деле. Ну, в общем-то, засыпали меня комплиментами. Не было, я не почувствовала, в общем-то, зависти, какой-то черной зависти. Нет. Ну, а как отреагировала моя семья? Вы знаете, они, наверное, так же, как и я до сих пор. Они, в общем-то, мама была очень обрадована этому, что у меня появилась возможность хотя бы попробовать себя в этом деле. Но до конца я еще, как и я, так и они, не осознают, что это может развернуться в какую-то грандиозную деятельность. И что я на самом деле могу попасть и выступать. Много ты думаешь, маме бы этого хотелось? Я думаю, что да. Придется поступиться с семьей какими-то личными интересами в результате. Я думаю, что она с этим согласна, потому что она, в общем-то, всегда жила моей мечтой, и она всегда меня поддерживала в этот момент. И я думаю, она не будет против, если у меня это получится. Ну, конечно, хотелось бы услышать вот о твоих творческих планах на ближайшее время. На ближайшее время? Ну, сейчас у меня уже есть в записи 4 песни. Сейчас я еще готовлю 4, ой, 2 песни. Пока что идет готовится фонограмма, ну и потом будет производиться запись. Думаю, что также будем работать над следующими клипами. Вот. И, возможно, в скором времени состоятся уже небольшие гастроли. Может быть, в Западную Украину. Ну, может быть, ближайшие. Это, возможно, произойдет концерт даже у нас в городе Мелитополе, в Запорожье. Вот такие вот. Но это будет твой первый концерт. Да. Связанный с этими песнями. Я еще ни разу не выступала. Так, чтобы выходить на публику. С этими песнями я еще на публику не выходила. А вообще-то, ну, выходила я, подражая. Вообще-то, моим идеалам, мне очень нравится. Не то, что моим идеалам, но мне нравится, как держится эта женщина на сцене, эта певица, эта Ирина Аллегрова. Очень нравится ее голос. Многие даже говорят, что улавливаются некоторые интонации ее в моем исполнении. Хотя мне, я сама это понимаю, да и мне говорят, что надо именно искать себя, непосредственно свою индивидуальность, свое самовыражение на сцене. Но я думаю, что каждый артист, выходя на сцену, он все равно подражает какому-то своему кумиру. А потом со временем, возможно, находят свои неповторимые нотки в исполнении. В исполнении и вообще в поведении на сцене. Анжела, ну, то какая у тебя на сегодняшний день самая заветная мечта связана с творчеством? А может быть, и не только. Лучше, наверное, связанное с творчеством. Связанное с творчеством я хочу, чтобы меня народ полюбил. Наверное, в первую очередь полюбил народ города Мелитополя, потому что надо начинать все-таки со своего родного города. А потом я бы хотела, чтобы меня потихоньку, конечно, узнавали жители Украины. Но если получится, то и вообще... Бывшего Союза, да? Бывшего Советского Союза, да. Ну, и если все будет хорошо, что касается моих личных планов, это я нахожусь уже в таком возрасте, когда все-таки, наверное, приходится обзавестись семьей. Так что, если все будет хорошо... Союза, да. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я через час уйду домой Позволь тебе не отвечать Субтитры создавал DimaTorzok Мне просто хочется молчать ДимаTorzok ДимаTorzok Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что эта встреча с молодой певицей Анжелой Болговой для вас была приятной. Мне бы очень хотелось, чтобы эта начинающая исполнительница не останавливалась на достигнутом и в дальнейшем радовала нас приятной музыкой. А со стороны зрителей я искренне надеюсь, что она встретит поддержку. И как знать, может быть, очень скоро в нашем городе появится еще одна выдающаяся творческая личность. В любом случае, я от всей души желаю Анжеле удачи. А время нашей встречи, к сожалению, истекло. И прощаясь с вами, я хочу пожелать, чтобы у вас всегда было прекрасное настроение. Радости вам и улыбок!